О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. Из России экстрадирован гражданин Молдовы Вячеслав Бану, которого обвиняют как минимум в 33 преступлениях на территории Италии. Угрожая водителям грузовиков и автобусов, он вымогал у них деньги за парковку. Бану задержали в Екатеринбурге и в столичном аэропорту Шереметьево передали итальянским правоохранителям. На территории одного из бизнес-центров на юге Москвы незнакомцы напали на 70-летнего пенсионера. Они избили потерпевшего и отобрали сумку с деньгами, телефоном и документами. Полицейские задержали двоих подозреваемых, 33-летнего и 39-летнего гостей столицы. Мужчины ответят за грабеж, их приятели проходят по делу как свидетели. Столичные полицейские задержали так называемого обнимальщика. На одной из центральных улиц он завел оживленную беседу с прохожим, а на прощание обнял его и в это время незаметно вытащил из его кармана смартфон стоимостью 120 тысяч рублей. Сколько эпизодов на счету задержанного, стражи порядка выясняют. В Ленинградской области задержан подозреваемый в краже из монастыря. Вор украл ларец с мощами святой Матроны и в тот же день сдал похищенное антиквару за 500 рублей. На допросе мужчина рассказал, что его внимание привлек блестящий ларец, который он положил в рюкзак, когда охранник отвернулся, а что находится внутри его не интересовало. По статье кража возбуждено уголовное дело. Мощи святой в ближайшее время вернутся в храм. В Сургуте предприниматель поставлял в магазины немаркированную водку. Коммерсант закупил партию алкоголя на миллион рублей и прятал ее на арендованном складе. Стражу порядка изъяли более 8 тонн горячительных напитков. Еще 80 коробок со спиртным было найдено в грузовом автомобиле. Мужчина собирался отвезти товар в одну из торговых точек. Теперь злоумышнику грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжение следует...